МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале ВИДНОЕ ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о темах выпуска. Начать бизнес теперь стало проще. В ВИДНОМ работают каворкинг-центры. Надо найти механизм с вами, чтобы такие площади больше появлялись. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов провел прием жителей в ВИДНОМ. Секреты профессии пилота узнали старшеклассники, участники проекта после урока. Теперь каждому начинающему предпринимателю проще сделать первые шаги в развитии своего бизнеса. Для этого в Ленинском районе открываются каворкинг-центры. Это коллективные офисы, где клиенты смогут взять в аренду конференц-зал или полноценное рабочее место. При этом платить огромных денег не нужно. Тему продолжим в нашем сюжете. Елена Болгова в малом бизнесе давно. Уже 15 лет она занимается пошивом одежды по индивидуальным заказам. Только раньше она делала это на дому. Теперь бизнес-климат изменился. Елена решила выйти из тени и шагнуть в новый, хорошо освещенный во всех смыслах каворкинг-центр. Выгоду от такого шага она аргументирует четко и по пунктам. Представляете, вы клиент, не каждый человек пойдет к незнакомому человеку домой. Это раз. Во-вторых, я хотела бы работать в открытую, чтобы платить налоги, не бояться каких-то проверок и тому подобное. В конце концов делать отчисления в пенсионный фонд. В мастерской праздника, а именно так называется только что открывшийся каворкинг-центр, можно не только сшить костюм, но и купить букет цветов в дизайнерском оформлении, посетить косметолога, сделать маникюр, заказать туристическое путешествие и еще много-много всего. Как для клиентов, так и для стартаперов. В общей сложности почти 300 квадратных метров для самореализации и развития. Занимаемся частными праздниками, от детских дней рождения. И потихонечку выходим на взрослые массовые мероприятия. И для нас каворкинг стала такой базой. Учредитель базы уверен, за подобными проектами будущее, ведь это альтернативная, а главное – дешевая замена привычным офисам. Аренда помещения на весь период – это дорого. Есть, соответственно, летний период, когда загрузка маленькая. Но снимая в аренду помещение, вы платите за 24 часа в сутки, за 7 дней в неделю и за весь год. А здесь, получается, вы платите только за то время, которое потратили на свой процесс. Среди гостей мастерской праздника также представители администрации Ленинского района и министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан. Разговор о потребностях и возможностях малого бизнеса продолжили уже в конференц-зале. Надо найти механизм нам с вами, чтобы такие площади больше появлялись, и чтобы компании вырастающие могли дальше уходить на другую площадку. Чтобы мы создали pipeline, создали поток таких компаний, которые вышли из тени, начали вести бизнес, а крепле поняли, как можно, в принципе, зарабатывать. Министр отметил, что в вышедших из каворкингов бизнесменов их дальнейшее присутствие на рынке должно осуществляться при поддержке торгово-промышленной палаты, которая сможет и отстаивать интересы предпринимателей, и регулировать их взаимоотношения между властью и контролирующими органами. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В общественной приемной партии «Единая Россия» видно, провел прием жителей депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Вопросы были самые разные – от проблем с общественным транспортом и вывозом мусора до получения финансовой помощи и путевок на реабилитацию инвалида. Всех посетителей депутат внимательно выслушал и обещал помочь. Решение каждого вопроса Юрий Александрович взял под свой личный контроль. Побывала на встрече и наша съемочная группа. В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева провел прием жителей депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Круг проблем, с которыми обращались люди, был довольно разнообразен. От пенсионного обеспечения, от темы общественного транспорта и вывоза мусора до получения финансовой помощи и путевок на реабилитацию инвалидов. Мне недавно приходилось принимать население и в Котельниках, и в Латкарина. К моему удивлению, люди приходят сейчас с одними и теми же вопросами. Любовь Шипенкова подготовила сразу несколько вопросов. Основной по оплате за вывоз коммунальных отходов. Дело в том, что ей начисляют плату за вывоз отходов за весь календарный год и по адресу ее квартиры в Молокове, и по месту нахождения ее дачного дома, где она проживает только в летние месяцы. Женщины подсказали, что в этом случае необходимо написать заявление оператору, осуществляющему вывоз, о сроках проживания в дачном доме, чтобы плату начисляли только за период проживания. Также депутат подробно ответил и на другие вопросы. На мои вопросы, в общем-то, я получила исчерпывающие ответы. В общем, мне очень понравился прием. У Светланы Семеновой сын Саша инвалид первой группы с детства. Раньше она каждый год вывозила его на реабилитацию в санаторий, но с тех пор, как он стал совершеннолетним, вот уже в течение четырех лет она не может получить на него путевку на санаторно-курортное лечение. То есть у меня ребенка не проходит реабилитацию. И поэтому хочу попросить помощи у депутатов на реабилитацию ребенка. Просто самой свозить его в санаторий. Не знаю, будут давать в этом году путевки, нет. Это не первое обращение женщины к депутатам. Сюда же она обращалась восемь лет назад с просьбой помочь приобрести инвалидную коляску. В результате коляску купили. В ней Саша передвигается до сих пор. Поэтому Светлана надеется, что и на этот раз ей не откажут в помощи. Юрий Лепатов пообещал разобраться в ситуации и обратиться лично к министру социального обеспечения Московской области за комментариями. То, что социальный отдел Ленинского района обращается, они как бы свою функцию выполняют. Да, да, да. Они мне звонят. Дальше еще надо понять, почему. Почему стоит все. Нет соответствующей реакции из области. То есть в чем причина. То ли денег нет, то ли пор. Но не все приходили с вопросами. Некоторое время назад социальный отдел Ленинского района обратился к депутату с просьбой найти средства для покупки ноутбуков для двух семей, нуждающихся в помощи. И средства были найдены. Спасибо большое. Давай, держи, учись. О следующем приеме депутата Лепатова можно узнать в общественной приемной партии «Единая Россия» Ленинского района. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видно этого. Прожить долгую и счастливую семейную жизнь трудно по многим причинам. Ссоры и недопонимания не дают супругам сосредоточиться на главном. Семья Зарицких не из таких, ведь они отметили 55 лет совместной жизни. Эту дату еще называют изумрудной свадьбой. С юбилярами встретился наш корреспондент Арсений Рогозянский. Долгая семейная жизнь – испытание, которое выдерживает далеко не каждый. Супруги Зарицкие отметили 55-летний юбилей совместной жизни. В ЗАГСе людей практически нет. Только работники учреждения волнительно готовятся к встрече одной семейной пары. И вот появляются главные виновники торжества. Семья Зарицких пришла поставить подписи в памятной книге записи по случаю 55-летия со дня бракосочетания. Отнюдь не пустая формальность, а еще одна возможность – вспомнить супругам значимые моменты совместной жизни. Со времен Свердловского юридического института, где и познакомилась пара, Людмила Ивановна и Борис Пантелеевич неразлучны везде и во всем. Первый день была любовь, потом дальше уважение друг к другу, доверие друг к другу. Поэтому так. Торжественная церемония началась, как и подобает. Супругов пригласили в зал, где регистратор зачитал поздравительную речь. Чествуем 55-летие совместной супружеской жизни супружеской пары Зарицких – Бориса Пантелеевича и Людмилы Ивановны. После чего каждый присутствующий поздравил семью Зарицких с юбилеем семейной жизни. А дальше пара подкрепила это событие не только подписями, но и поцелуем. Семью Зарицких поздравил и глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов, который рассказал свою историю знакомства с Борисом Пантелеевичем. Еще в молодости он получил от судей необходимую юридическую консультацию. Моисей Исакович уверен, что общее дело супругов играет не последнюю роль в крепости семейных уз. А когда есть общая цель, есть чем заняться, вот это как раз живой пример. Борис Пантелеевич и Людмила Ивановна живут в Видном с 1982 года. Он начинал работать судьей, она – преподавателем учебного центра ГУВД. Выйдя на пенсию, они активно участвуют в жизни Ленинского района, а также вместе посещают многие мероприятия. Свой совет молодым они дали тоже вместе, дополняя и соглашаясь друг с другом. Для молодых, наверное, надо, чтобы, во-первых, любили друг друга, так? Даже если не любят, сошлись там по разным причинам. Но чтобы уважали и доверяли друг другу. Самое основное – доверять. Тогда будет нормально. И для женщин не лазить по карманам, а мужчинам по сумкам. А на вас нет? Это точно. А мне кажется, еще для молодежи нужно уметь уступать друг другу. В жизни этой семьи были и ссоры, и разногласия. Но на то они и пары, чтобы вместе преодолевать любые трудности, не забывая о самом главном – взаимоуважении и любви. Именно с этим правилом супруги Зарицкие на протяжении 55 лет поддерживали и дальше будут поддерживать огонь семейного очага. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видно ТВ. Интересно и с пользой провести свое свободное время школьникам Ленинского района позволяют встречи в формате «после уроков». В легкой и непринужденной атмосфере ребята беседуют с гостями, которых, кстати, выбирают сами. В этот раз к школьникам приехали пилоты малой авиации. Секреты этой героической профессии узнала и Екатерина Коваленко. Уже пять лет в Ленинском районе проводятся встречи с говорящим названием «после уроков». Здесь школьники могут пообщаться с людьми, интересными во всех отношениях. И сегодня к ребятам приехали летчики малой авиации. Познакомиться с покорителями неба пришли более сотни ребят из различных школ муниципалитета. Встреча стала долгожданной, ведь узнать секреты авиации из первых уст – действительно настоящая удача. Один из гостей – тренер сборной России по мотопропланерному спорту Игорь Потапкин. По его признанию, для школьников, выбирающих свою дальнейшую профессию, малая авиация может стать и началом большого пути. Малая авиация, она дает дорогу в небо. И многие те, кто летали на параплане, сейчас управляют Боингами, Аэрбасами, летают на МиГ-29, ну и так далее. Пришел спортсмен, что называется, не с пустыми руками, а с паромотором, который позволяет человеку летать как птица. Стать настоящим Карлсоном можно с помощью этого агрегата под названием «Мотопараплан». Несмотря на его размеры, он весит чуть более 30 килограммов, так что опробовать его может каждый желающий. Конечно, в баке здесь совсем не варенье, а настоящий бензин. Двигатель развивает скорость около 40 километров в час и позволяет быть в небе достаточно долго. Многие из ребят увидели «Мотопараплан» впервые. И, конечно, сразу посыпались вопросы. Какое ощущение от полета? Это очень необычное ощущение, потому что у вас на Земле вы задействуете, ну скажем так, двухмерную плоскость пространства. Там вы оказываетесь в трехмерном измерении, то есть еще дополняется вверх-вниз. Ну и они необычные. А как описать, вы можете почувствовать, когда окажетесь в полете. Среди пришедших было немало девчонок. Несмотря на то, что авиация все-таки пока еще больше мужская стезя, то трудятся в этой сфере и представительницы прекрасного пола. В основном стюардессами. Хотя есть в России и женщины-командиры экипажей. Как обстоят дела в этой отрасли, рассказал Алексей Петухов, возглавляющий авиационную эскадрилью «Юнавиа» в городе Лыткарина. Своеобразную кузницу кадров. Школа существует уже пять лет. Она достигла уверенных результатов, заинтересовала молодежь и привлекла к себе внимание не только в Московской области России, но и за границей. Главный совет школьникам от Алексея Георгиевича прост. Следовать зову сердца и если тянет в небо, то ни в коем случае не отказываться от своей мечты. А первые шаги можно сделать в Лыткаринском авиаклубе. В нашем районе такого учебного центра пока нет. А вот все предпосылки есть. Много лет уже в деревне Федюково взмывают выслегка моторные самолеты и парапланы. Кстати, первый самостоятельный полет можно совершить уже в 16 лет. Мы как раз таки хотим и в нашем районе создать такое подразделение, которое будет ориентировать школьников и правильно помогать им сформировать представление о авиации и правильно выбрать ту специальность авиационную, которую бы хотели посвятить свою жизнь. Будут ли ребята летчиками-бортпроводниками, покажет время. Но впечатления у них от встречи наверняка останутся надолго. Они нереальные, потому что действительно это все интересно. Потому что когда ты смотришь просто в небо на самолеты, именно хочется почувствовать вот это все. И тут появилась возможность это услышать, узнать об этом. Одноклассник девочки Каталин Кассир признается, что раньше мечтал о небе. Хотел стать летчиком, как говорится. Но потом так передумал. Сегодня не появилось у меня в такое желание? Ну, чуть-чуть тянет. Есть такое чуть-чуть. Общение продолжалось почти два часа, и пролетели они на одном дыхании. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видно-ТВ. И о погоде. В последний рабочий день на этой неделе синоптики обещают снег. Но это уже последние отклики зимы. Потому как снег этот сразу растает при плюсовой температуре, которая составит 1 градус тепла. И это все на сегодня. Смотрите новости на нашем телеканале. И будьте в курсе всех событий Ленинского района. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин